Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос. Вы спрашиваете о нас о двух вещах. Первое. Почему я так легко сдаюсь? Ну, связано это с тем, что вы своими действиями подтверждаете некие представления о самой себе. Люди, которые легко сдаются, как в процесс сдавания, представляют себе это так. Значит, ну и ладно. Ну и хорошо. Ну, я так и думал. Или думала. Ай, черт с ним. Я так и знал. То есть, когда человек сдается, он как будто бы подтверждает те мысли, которые у него были до, например, отношений. И получается, что вы в отношениях с теми же подругами больше не отдавали что-то, не демонстрировали что-то. Ну, подругам, я имею ввиду. А скорее вы пытались что-то получить и пытались подтвердить или опровергнуть некоторые представления о самой себе. Ну, например, представление о том, что вы никому не нужны. Ибо это все-таки в голове. Вот это вот представление, что я никому не нужна. Чувство, оно все-таки про другое немножко. Чувство ненужности, вот в чем заключается парадокс. Чувство ненужности. Оно разделяется. Ненужность ощущается в голове, а чувство немножко другое. Это чувство стыда. Это чувство обесценивания. Вот, вот. Да? Что сама-то по себе я ничего не значил. Сама-то по себе я ничего из себя не представляю. Что мне нужен кто-то, мне нужен кто-то, чтобы вот себя почувствовать как-то. Вот. Поэтому, да, не говори, что чувствуем нужность или ненужность, но на самом деле это обесценивание своих собственных переживаний, да, и просто не прислушиваемся к ним. То есть то, что мы чувствуем, то что мы хотим, то что мы значим — это неважно. Это неважно. Вот другие люди, да, они важны, а то, что мы хотим, нет, это неважно, абсолютно. Вот. Ну, примерно так. Примерно так это получается. Примерно в таком, ну в таком плече это работает. к сожалению. Вот. Поэтому человек легко узнаёт. Знаете, ведь когда происходит процесс, я не знаю, как правильно это слово просклонять, сдавание или сдача. Когда? Когда идёт завоевание. Я что-то завоевал, я завоевывал, я чего-то пытался достичь, у меня не получилось, я сдался. Но, по большому счёту, это, несмотря на кажуше благородство, в большом счёту, это деструктивная позиция. Потому что, завоевывая что-то, добиваясь чего-то, в том смысле, что добиваясь некой цели, человек, он не получает удовольствия от того, что он делает именно вот в процессе. Не кайфует, для него важна цель. Но, по достижении этой цели, то дальше нужно будет либо создавать новую цель, это достаточно сложно и это не расслабляет, либо нужно сделать что-то, чтобы к этой цели не достичь. Чтобы цель оставалась и определяла смысл жизни человека. Но, если человек достигает какой-то цели, то, очевидно, что он её идеализирует. Это она для него очень важна. Но, это, опять же, некое искажение реальности, потому что цель, она, по большому счёту, ну, гораздо меньше-меньше, значит, чем видит её человек. Вот. Поэтому, вы издаётесь, потому что вы завоёвывает. Вы издаётесь, потому что вы добиваетесь. Вы издаётесь, потому что вы пытаетесь достичь. Если бы вы не пытались всё это делать, а просто были бы, были бы с собой и просто делали бы что-то для других людей, да, то, во-первых, вы бы занимали то место в жизни людей, которое вы должны занять, и у вас обязательно были бы друзья. Потому что человек с определённой чёркой-чёркой позиции, которую он просто репрезентует, да, то есть, показывает, что вот. Ну, знаете, вот, какую аналогию можно привести с магазином? Вот, есть, допустим, ну, к примеру, дешёвый и дорогой магазин, да. Оба магазина торгуют одеяльной. Вот. И, ну, если человек, допустим, там, к примеру, вот, если я правильно помню, можно назвать слово СНОП, да, ну, он сразу скажет, что вот, дешёвый магазин для пятняков, типа, это всё, это позор, как туда ходить и прочее, типа, я пойду только в дорогой магазин. Вот это то, чем вы занимаетесь сейчас, в большом ещё. Но, понимаете, ситуация заключается в том, что, эээ, дело же ведь не в позоре, что является, что является оценкой. А дело заключается в том, какие у меня есть сейчас возможности, в каком я сейчас нахожусь положении, именно сейчас. И что сейчас я из себя представляю. И не важно, в каком вы магазине. Главное, вы показываете то, что у вас есть, и люди это берут. Но вы показываете то, что у вас есть, и вы готовы это отдать. Как готов отдать товар дешёвый или дорогой магазин. И не важно, дешёвый город имени или дорогой здесь. Важна не цена, не оценка, вот, не имидж, не престиж. Здесь важно то, что у вас есть. И разные люди, разные люди по-разному воспринимают то, что у вас есть. Кому-то это нужно, кому-то это нет. Кто-то этого хочет, кто-то нет. Но именно так строится отношение. На том, что есть у каждого. Ваша проблема заключается в том, что вы не показываете, что у вас есть. Вы берёт, вы только хотите взять. Вы только хотите забрать, забрать, забирать, точнее. И поэтому вы так легко отдаётесь. Потому что, когда человек пытается забрать, у него, ну, пытается забрать, у него есть ощущение, что с ним что-то не так. Ну, как бы чисто что-то не так. И стоит лишь кому-то намекнуть, что действительно что-то не так. Вот действительно что-то не так. И всё. И человек в эту веру. Ну, условно говоря, в эту веру. Условно. Дальше. Вы спрашиваете, от чего может быть чувство одиночества и ненужности постоянно? Постоянно. Смотрите. Вам коллега сказал, что... Кутыльчев Игорь. Игорь. Сказал, что чувство одиночества это из детско-родительских отношений. Когда родители не давали в должной мере любви, поддержки и заботы. Вам. Но не легче становится. От этого. От этого. Вам. Дело в том, что... Вот основная функция родителя в том контексте, в каком мы говорим. Сначала. Это... Поддержать... Ребёнка... На пути его становления. На пути его взросления. На пути его... Ошибок и проб. То есть, ребёнок, например, что-то делает и... Как бы родитель говорит, что... Ты молодец. Ты... Там... Ну... Идеальный... Такой... Идеальный родитель. Говорит, ты молодец. Мне нравится. Так держать. И всё такое. И ребёнок приучается верить в себя. Ребёнок как бы приучается к тому, что вот... То, что он делает, да... Это вот... Ну... Действительно, что это значит. Сексы бывают разными. И... Не все родители могут... Эээ... Подобную реакцию предоставить. Не все родители могут... Эээ... Такое отношение поддерживать. В силу разных причин. И... Эээ... Основная проблема... Заключается в том, что ребёнок, будучи по природе своей, эгоцентристом. То есть... Принимающим всё на свой счёт. И не отделяющим себя от других людей пока ещё. От самых близких людей пока ещё. Всё идёт... Эээ... Из... Родитель не... Эээ... Поддерживает его. Если родитель... Эээ... Там, допустим, ведёт себя холодно и отстранённо. Или что-то типа такое. А... Ребёнок... Ребёнок... Ребёнок принимает это на свой счёт. Он... Он думает... Ну, если они ведут себя... Ага. Значит... Значит... Если родители ведут себя со мной отстранённо. Значит, со мной что-то не так. Или с ними что-то не так. Ну, в зависимости от... эээ... Ситуации. Ребёнок видит, как... Эээ... Как ведут себя другие родители с другими детьми. Он видит, что другие родители с детьми ведут себя лучше. И он думает... Ну, блин... Ну, если они ведут себя... Если... Другие родители с другими детьми ведут себя лучше. Почему со мной не ведутся? Ребёнок начинает думать, что либо со мной, либо с ними что-то не так. Вот... эээ... В этом случае вы думаете, что с вам что-то не так. Вы чувствуете свою одиночество. Вы здесь будете своё не ныть, не ныть. Как это происходит? Происходит это так, что ребёнок, ну, или в данном случае человек, ну, давайте мы всё-таки про ребёнка скажем. Ребёнок, видя, что родители ведут себя достаточно настроен, он холодный и так далее, он думает, что с ним что-то не так. Он начинает искать в себе какие-то моменты, начинает искать в себе то, что, по его мнению, может оттолкнуть родителей от него. Смотри, иногда родители сами говорят, говорят, что им не нравится, иногда родители просто ругают ребёнка, иногда родители вообще ничего не говорят, они просто ведут себя холодно, иногда родителей вообще нет рядом. И всё это ребёнок способен воспринять, воспринять на свой счёт крайне негативно. И как это происходит? Ребёнок, ребёнок видит в себе какие-то вещи, например, какие-то желания, всё это и всё. И он начинает искать, что может, а потом от родителей от него. Ну, не сложно догадаться, что ребёнок, ребёнок мыслить просто. Когда я делаю то, что хотят другие, когда я делаю то, что хочет другой человек, ну, другой человек доволен. Когда я делаю то, что хочет папа, то, что хочет мама, то, что хочет кто-то ещё, эти люди не довольны. Но когда я делаю то, что хочу я, эти люди не довольны. Значит, я не должен делать то, что я хочу. Я должен делать то, что хотят другие. К этому методу ребенок приходит очень быстро. И он начинает так поступать. И самое страшное заключается в том, что он действительно получает подкрепление от родителей и от окружающих людей. Обладает подкрепление. Довольно-довольно это действительно так. То есть, вот, я все это делаю, я все это делаю для других людей. Другие люди довольны, довольны, и я, типа, ну, я тоже счастлив. Но это, но это, эээ, счастье длится недолго. Потому что, когда, эээ, такой человек вырастает немножко. Там, например, когда он, эээ, идет, такой человек в школу, например, или, или в университет. Подобные посетители уже не работают. Потому что, потому что, эээ, если в отношении с родителями и со взрослыми людьми, у ребенка все складывалось в целом неплохо. Там родители действительно, эээ, ну, родители и другие взрослые имеют, эээ, покровительственное отношение к ребенку, да. То есть, вот, ребенок все складывается, они говорят, родители такие, о, молодец, типа, и, ну, типа, держи, держи что-нибудь, да. Да, то есть, вот, удалось либо, там, наше время, либо, нашу ласку, наше внимание, наша любовь, либо, там, что-то еще, ну, вот. То с другими людьми, такими же, как сам человек, это не, это не работает. По равным причинам. Но, в основном, по причинам того, что, это уже принципиально другие отношения. Это равные отношения. А в равных отношениях человек быть не привык. Вы не привыкли быть в равных отношениях с людьми. Потому что вы не привыкли делать то, что вы хотите. Вы не привыкли прислушиваться к себе. Если человек к себе не прислушивается, если человек не делает то, что он хочет, если человек не опирается на себя, он не способен выстраивать равных отношений. А люди, в большинстве своем, во взрослой жизни, встречающиеся человеку, вам, мне, кому-либо еще, это партнеры для равных отношений. Если это не равные отношения, то это, как правило, использование, манипуляция, что-то еще. Но, это не равные отношения, тем более, отношения с другом. И получается, что та модель поведения, которая была в той или иной степени, в том или ином виде, закреплена в детстве, во взрослой жизни, порождает либо зависимые отношения, либо пренебрежительные. Либо отсутствие вообще таковых. Вот. Ну... Какой пример привести? Я думаю, если вы сталкивались когда-нибудь с бездомным, который бросил у вас денег, вы знаете, на улицу идешь, подходит бездомный, да, и начинает просить там копейку, рубль, там, что-то еще. Вот. Вот что вы чувствовали? Вот что вы чувствовали? Ну, на самом деле, на самом деле, большинство людей испытывают два вида чувств здесь. Первое – это брезгливость. Брезгливость – отвращение. Второе – чувство – это жалость. Жалость какого-то, вот, сожаление, спасение, может быть, чувство вины перед этим бездомным. Вот что чувствуют люди, когда видят тех, кто в них нуждается. И совершенно очевидно, что в таких отношениях невозможно быть равноправным. Совершенно очевидно, что такого рода взаимодействия нельзя, нельзя, ну, нельзя быть равноправным. Знаете? Поэтому вы чувствуете себя одиноко и ненужно именно по той причине, что не прислушиваетесь к себе. Вот и все. То есть, каждую секунду, в каждой час, вы говорите себе, что-то я хочу – неважно, что-то я чувствую – неважно. Это глупо. Это тупо. Это аморально, там, как-то еще, да? Это не имеет значения, говорите вы себе. Но имеет значение то-то, то-то, то-то другие. То-то, то-то другие хотя. То есть, я пытаюсь подстраиваться под других людей, чтобы вызвать у них симпатию. Но подстраиваться под других людей, я не вызываю симпатию. Я вызываю либо отращение, либо же отношения не складываются. С мужчинами та самая история. До поры до времени. Вам только 22 года. До поры до, до поры до времени с мужчинами такая история. И хорошо, что с мужчинами такая же история. Потому что может попасться мужчина, который увидел бы в вас, в вас вот эту вот нуждаемость, и он бы это использовал как бы в своих целях. Такие случаи, такие истории есть, к сожалению. Вот. То есть, грубо говоря, вы не принимаете себя. Вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Вы не прислушиваетесь к себе. Вы не чувствуете ненужность, потому что вы не нужны себе. Нет ощущения важности и ценности того, что хотите вы. Но есть оценка, есть сравнивание себя с другими людьми. И это, собственно, замещает вам переживания. то, ну вот, замещает вам... ээээ... чувствования самой себя. Анастасия. Вот, в принципе, вот так. И дело здесь, пожалуй, даже не в том, чтобы… понять, почему вы, к примеру, чувствуете себя одинокое, или почему вы легко удаетесь. Причина она не так важна, важно другое, важно что делать с этим сейчас, важно то, как это делать сейчас, вот это интересно. Это выработка нового отношения к себе, это сознание себя, возможно это вспоминание, именно вспоминание, не его вспоминание, а вспоминание своих чувств, которые давно забыты были. Например, за что-то вас стыдили в детстве, и вы помните это чувство стыда, но вы не помните, что было за чувство стыда, что было перед ним, перед тем как чувство стыда появилось, что было. Вот в этом вам можно помочь. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был болезнен вам, если понравился, буду благодарен за опенку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, на счастье и удачи, я надеюсь, что он помог вам. И да, вот еще, значит, по поводу обиды, хотел сказать еще, по поводу обиды, это то, что я забыл сказать, хотя это очень важно. А вот вы говорите, что, ну, самоустранилась с обиды. Ага, обиды это определенные ожидания, то есть я чего-то жду. А, ну, то есть я, ну, то есть я, подруга, к примеру. Ага, я чего-то жду. А, вот этот вопрос только. А чего я жду? А на чем основаны мои, мои ожидания? Почему я считаю, что они, мои ожидания, должны оправдаться? Понимаете? То есть на основе чего, как формируются мои ожидания, то, чего я жду от, вот, собственно, других людей. Вот. Это принципиально важная история. Потому что вам она мешает выстраивать адекватные отношения с людьми, с людьми, с людьми. Обиды это всегда про перенос ответственности, про определенные ожидания. Обиды это всегда про манипуляцию. Если я обидаю вас, я хочу таким образом, путем манипуляции, заставить человека что-то для меня сделать. Ну, именно, именно вот для меня. Ладно, понятно. Что именно? Я хочу. То есть вы не понимаете, что, вот, к примеру, допустим, самоустраняют, как вы говорите, с обидой, именно вот самоустраняют, с обидой. Вот. А вы ожидаете чего-то от своей подруги. Именно вот чего-то, чего-то ждете. И вот прикол в том, чтобы понять, от чего жду, потому что, собственно, я жду-то. И как получается, что я, собственно, вообще чего-то жду от людей. Зачем я чего-то жду от людей? Почему я чего-то жду от людей? То есть, не лучше ли мне, вот, как-то, ну, самостоятельно делать что-то. То есть, не ждать чего-то от людей, а именно самостоятельно, самостоятельно, что-то делать. Самостоятельно, значит, реализовывать все, что я хочу, например. Вот. И тем самым быть более независимым и более привлекательным партнером для людей. Опять же. Знаете, какая штука? То есть, тут вот такой вопрос, что отношения с людьми вы выстраиваете по принципу чего-то, ну, по принципу ожидания чего-то от них. А это всегда деструкция. На этом все. Теперь все точно. Я надеюсь, что помог вам. Если ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго.